доброе утро добрый день дорогие друзья с вами геннадий бабак и сегодня поговорим о теме как заработать в интернет без вложений мифы и реальность ну что первое что я хотел бы сразу же отметить что зарабатывают на теме как заработать в интернет без вложений собственно только и исключительно те люди которые продают вам информацию как зарабатывать в интернет без вложений причем я не могу даже за это людей осуждать потому что в общем то первое но это достаточно распространенный поисковый поисковый запрос да вот как бы человек садится с утратом вот так я ничего не знаю делать ничего не хочу бабла вкладывать не хочу соответственно как бы мне заработать в интернет без вложений и начинается длинный цикл да я называю страна дураков в процессе это как буратино знаете надо было пойти учиться вот а он решил скажем так разбогатеть пошел там карабасу барабасу и так далее значит смотрите даже цикл у того человека или компании которая начинает вообще вот эту всю тему рассказывать как заработать в интернет без вложений он достаточно сложный то есть это это люди уже грамотно для того чтобы вам просто продать вот эту вот простите меня не буду матекаться с утра информацию да как вы можете заработать без вложений человек это должен быть уже профессионалом причем очень высокого уровня потому что это должен быть какой-то инфопродукт у человека который который рассказывает о том как заработать без вложений например как заработать на кликбанк сейчас ко мне уже куча людей обращается которые это проходили всякие вип-курсы и им там забанили youtube аккаунты на которых их учили спамить информацию бесплатно без вложений же хотят заработать вот и не знаю что с этим всем делать как заработать без вложений например это человек должен умеет создать информационный продукт как заработать без вложений для этого у него должен должен быть свой youtube канал раскручены чтобы люди заходили где-то посмотрели эту информацию он должен быть профессионалом хоть в какой-то теме хоть в какой-то потому что просто лапшу люди на уши не будут воспринимать да значит ему надо что-то рассказать профи хоть в какой-то теме например тот же клейкбанк якобы профи дальше следующее что у него должен быть выбор или другой ответчик у него должен быть сайт должен быть блог должен быть что там еще до вебинары он должен проводить причем сначала бесплатные вебинары чтобы набрать просто людей закинуть удочку так сказать потом платные вебинары потом у него должна быть собственно система приема платежей потом не дай бог еще решит мало морочить людям голову дальше соответственно какие-то группы фейсбука и так далее теперь посмотрите сколько денег и времени эти люди тратят на то чтобы создать вот эти вещи чтобы рассказать как заработать в интернет без вложений а теперь я вам покажу ну скажем первое сразу скажу что это я называю это страна дураком то есть как бы даже так романтических дураков немножко я с любовью отношусь как бы ко всем людям поэтому романтических дурачков таких и дурочек а то же без вложений ребята вы можете только геморрой заработать пока будете искать продукты без вложений что я злой сегодня с утра ладно надоело просто значит теперь так а теперь давайте так скажем смотрите какой парадокс у нас происходит у всех в головах допустим вам рассказывают как заработать например 0 3 процента в день на свою инвестиции это вот программа feature pro например да которая выплачивает от 0 3 до 1 процента в день на инвестицию причем там не не бесплатно потому что нужно вкладывать хоть какие-то деньги там хотя бы 50 долларов да то есть вложение минимум 50 долларов долларов дальше старт старта 50 долларов дальше у них есть соответственно бизнес бизнес прозрачный бизнес который приносит прибыль с которой они делятся соответственно люди вложили не не один уже миллион долларов создание бизнеса чтобы вам кусочки делиться кусочками этого бизнеса и прикол то в чем когда вам говоришь вы можете зарабатывать до одного процента в день на свою инвестицию делаем минимальный стартовый взнос и делаем минимальную работу в день там надо просматривать объявления определенные да здесь есть определенные тоже риски там и так далее но здесь же в процессе вы еще обучаетесь тому как зарабатывать на партнерской программе да то есть как можно заработать постингом социальных сетях соцсетях и так далее да то есть вот это вот это части которые говорят что заработать бесплатно это когда вас учат что вот возьмите какой-то товар начните продавать его и постить в социальных сетях свои реферальные ссылки вы якобы бесплатно заработаете но в ста процентах случаев этом приводит к слабым результатам потому что в принципе так не делается если вы знаете как что этот товар реально реализовывается что в нем есть какая-то ценность в этом товаре да и он приносит что-то людям то не проблема вложить туда еще 50 долларов в рекламу на фейсбуке надо знать как это делать этому надо научиться и так далее как эту таргетированную аудиторию правильно там выделить как как эти объявления составить и все прочее да то есть вот это все вы этому всему учитесь не бесплатно а за достаточно приличные деньги вот и после того как вы понимаете как рекламировать любой продукт в интернете платно у вас появляются хоть какие-то шансы зарабатывать на жизнь в интернете потому что в конечном итоге в интернете все сводится к очень очень простым вещам почему говорят опять же последнее время так много кликбанкин потому что кликбанк это такая биржа товаров да там есть биржа товаров вы можете взять любой товар с кликбанка например этом показывал прошлом по моему свое видео там товар сейчас интересная тема криптовалюты вот вы можете взять любой товар с кликбанка у которого там гравити хотя бы выше там 20 процентов и соответственно начинать его рекламировать но никто же не говорит о том что когда вы делаете эти вещи то вы собственно не просто тратите свое время зря потому что даже если вы научились там каких-то 50 100 долларов зарабатывать на рекламе какого-то товара бесплатно в социальных сетях вы собственно ничего не зарабатываете потому что вы потратили свое время на это дело другой вопрос когда вы прошли какой-то курс который вам дает понимание как это делать платно платно и ребята почему платно потому что как только у вас есть товар например который и вы начинаете вы рекламировать платно умея это делать да вы можете ваши деньги масштабировать то есть что имеется ввиду например вы вложили в рекламу 100 долларов да а получили с этой рекламы 120 долларов да соответственно все что вам надо делать до . получили 20 процентов прибыли все что вам надо делать дальше это собственно если вы хотите заработать но этот цикл уже у вас проверен и понимаете то есть обычно это делается также сначала тестируется определённые скажем так варианты определенные варианты объявление видеобъявление объявления с страницы с facebook страницы бизнес-страницы тестируются разные варианты подачи этого объявления там и так далее но на эти тесты тратится например там 5 10 долларов на каждый тест ну туда 20 и грубо говоря то есть вы сделали 20 тестов и не 5 тестов по 20 баксов потратили но вы выделили что окей да вот это именно объявление приносит например мне на каждый доллар там доллар 20 прибыли ok и вот это уже похоже что-то чуть-чуть похоже на бизнес потому что все что вам надо сделать дальше это просто вложить сюда 1000 долларов да например и получить 1200 долларов так примерно это 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 такой самый простенький цикл то о чем я рассказываю да но смысл в том что это это представьте себе что вы знаете как платно не бесплатно зарабатывать в интернете надо не этому учиться как бесплатно зарабатывать в интернете бесплатно зарабатывать в интернете только те люди у которых есть уже знания опыт и десятки тысяч долларов вложены в свое обучение свои сайты в свое все и что такое бесплатно отправляет одно письмо на свою базу подписчиков или выкладывает одно видео на ютюбе с какой-то с какого-то там своей вечеринки с каким-то своим ламборгини как это делает тай лопес последнее время очень часто видео это выкладывается просто для того чтобы привлечь внимание людей да а потом даются свои платные ссылки ссылки на свои информационные товары что вот пожалуйста хотите заниматься консалтингом сша вот я научил 10 тысяч человек как на этом зарабатывать вот вот так вот это обычная схема это даже не лохотрон это просто схема привлечения вашего внимания но когда вы слышите это знаете был такой фильм какой-то американские там барышня подсаживается к по моему этому как же его не помню известный американский актер он там играет какого ты там отставного офицера спецназа и они там она его пытается развести там на что-то вот она ему говорит слушай ну разве я тебе не нравлюсь давай пообщаемся ну давай ну а что ты не хочешь может быть поедем к тебе английта ты знаешь сегодня как-то не при деньгах она говорит ну слушай понимаешь но это бесплатно бесплатно бесплатная любовь самая дорогая здесь тоже самое ребят бесплатно и бесплатно заработать в интернете это самое да это самый дорогой самый длинный безнадежный способ короче там для вас ничего нет не ищите как заработать бесплатно убейте это в себе ищите как заработать платно как вложить 100 долларов и получить 100 105 понимаете даже не 200 тогда вы начнете тратить и самое главное что вот это вот бесплатно есть одна только выгода в этом плане что если вы начнете вкладывать пытаться найти варианты как заработать бесплатно и потратите очень много денег вот сколько у вас есть все потратите на то чтобы научиться зарабатывать бесплатно но если в процессе у вас все-таки что-то включится и переключится и вы начнете не просто искать как заработать бесплатно и сваливать эти свои деньги кому-то в карманы учиться как эти люди на вас зарабатывают день что это все очень простые циклы но это профессиональные циклы как на людях заработать на теме как заработать бесплатно как заработать на форексе там или еще на чем-то фактически все что делается в интернете это продажа брендов брендов вот меня вчера спрашивали как назвать свой грубо говоря сайт один из моих друзей и партнеров и давал там название но в этом названии домин он хочет купить не было ни разу не было слова словосочетания которое бы включало его имя и фамилию ведь только это имеет долгосрочную ценность для него то есть если вы например хотите создать блог о форекс это соответственно там это будет должен быть петров о форексе или там я не знаю просто петров и к форекс форекс там я не знаю что то ему сообщение про форекс пишите просто petrov и к точка ком почему потому что именно петров и к должен иметь постоянную тенденцию к тому чтобы вот этого петрова и к рекламировать в интернете только вы только ваш бренд имеет смысл рекламировать в интернете дальше вы можете уже структурировать это все то есть рассказывает сегодня форекс и завтра еще чем-то чем вы увлекаетесь в чем развиваетесь да но рекосы там и все те которые немножко лет на 20 раньше нас это все начинали они у них всех цвета брендовое все это брендовое брэнсон там я не знаю той лопес там куча куча это все бренды и потом уже информация о том чем этот человек занимается или гарри войны войны вайнерчук тот же посмотрите никто же не рассказывает что у него там консалтинговая компания там 300 или 800 там человек он просто показывает как он ездит по миру на него работают люди понимаете он раскручивает свой бренд а потом уже просто поговорить с этим человеком стоит 10 тысяч долларов в час там или тот же энтони робинс я надеюсь эта информация была для вас полезным всего хорошего